Здравствуйте, дорогие друзья! Это видео я снимаю специально для Барбары, Ирины М. и Нади Павловой. После последнего видео, где я показывала примеры переделки мебели, поступило очень много вопросов. Я поняла, что вас интересует, например, как я делаю вот эти вот заготовки в молдах. То есть из моделирующей массы эти красивые элементы и какие краски я использую для обработки дерева. Но я вам покажу сейчас сначала краски. Как я уже писала девочкам, я использую краски на водной основе. В зависимости от того, с каким материалом я работаю, то есть какое дерево из себя. Например, есть вот тумбочка, которую я делала, она была полированная. То есть ее нужно немного зашкурить, чтобы она матовая была. И красить, конечно, лучше лаком. Вот примерно как вот этот вот. Это белый лак. Это на водной основе. То есть они практически без запаха. И, ну, они очень быстро сохнут. Вот такой лак. Я покупаю эти лаки в строительном магазине. Либо у нас есть такие магазины. Я не знаю, говорит ли вам что-то название. Aldi, Lidl. То есть это такие смешанные магазины. Там есть продукты, овощи. И немного, бывает немного обуви, немного тряпочек. И вот такие вот вещи бывают там. Ну, то есть это бывает периодами. Ангиботы там в определенное время, например, там летом бывают ангиботы. Вот лак, что-то для строительных работ, кисточки там и все такое. Если мне нужно срочно, то я иду в Baumart и покупаю просто-напросто краску, либо лак на водной основе. Можно использовать также вот такой лак. Вот этим лаком я, таким лаком, шпреем, то есть из баллончика, я красила как раз вот эту вот тумбочку. То есть я первый слой делала нормальным валиком, но валиком получилось как-то грубо. И я делала тогда шпреем. Но все равно краска как-то просвечивается. Не нравится мне. С грубыми изделиями, например, вот как письменный стол у моей дочери, там я использовала вообще латексную краску для покраски стен. То есть, ну, обои там или просто штукатуренная стена можно красить этой латексной краской. И эта латексная краска, ее можно мыть. Это не водоэмульсионка, нет, это совсем другой состав. Там внутри латекс тоже какой-то там, ну, я не знаю, там что-то типа как немножко прорезиненное, я бы сказала даже. Так вот, для стола я использовала эту латексную краску. В нее я добавила немного мела. Этот мел я вам показывала... Ой, извините, у меня нос чешется. Этот мел я вам показывала, когда мы делали имитацию металла, ржавого металла. То есть, этот мел я покупала в художественном магазине. То есть, у нас есть такой магазин, Босна называется, где все для художников, скульпторов, ну, в общем, все такое, для творческих личностей. Вот, он продается в пачках, такая коробка, внутри кулек, килограмм, полкило. Это специальный мел, то есть не просто мел, а специальный. В общем, в краску я добавила этот художественный мел, чтобы получилась немного вот такая грубоватая текстура. Я хотела немного сделать, вот как Прованс, знаете, где какая-то там старая мебель, ее грубо берут, кисточку какой-то там побелкой, наляпали, наляпали и хорошо. Вот примерно так я и хотела сделать. И затем, конечно, где большие клумбы были, попадался мел, это я после покраски слегка зачистила. Сам стол я лаком не покрывала. То есть, вот эта латексная краска, она осталась так, как есть. Крышка стола была сделана под имитацию ржавого металла и покрыта лаком. Лаком на водной основе. Это был лак для паркета, но лак на водной основе. Он был очень-очень дорогой. Я не помню, там что-то вот такая банка. Здесь где-то литр. Он стоил где-то 50 евро, наверное. Ну, очень дорогой был. Я не знаю, почему. Но мы использовали его для пола, этот лак. И самое смешное, вы не поверите, он действительно и не царапался, и ничего с ним не было. Поэтому вот я использовала остатки. Это были уже последние остатки для крышки стола. Сейчас я купила большое ведро лака для яхт или палубный лак. То есть этот лак не боится воды. Этим лаком я, например, красила скамейки на улице. То есть, потому что, ну, если их красишь какой-то краской или чем-то там еще, это все облазит. Каждый год нужно делать новое. И я сделала немножко по-другому. Я оформила одну скамейку тоже в русском стиле. Разрисовала там немножко, типа, скажем так, жестовская роспись, конечно, не жестовская. Ну, какие-то там цветочки. И затем, то есть это было чистое дерево, разрисовано цветами, акварельными красками. И затем я покрыла это все палубным лаком. И вот стоит уже вторую зиму на улице. Мы даже не заносим, и ничего не случилось. Замечательный лак. Вот я его использую для особо таких сложных поверхностей, которые подвергаются, ну, скажем так, ежедневному использованию. То есть поверхность должна быть достаточно твердой. Так. Кажется, на один вопрос я ответила, да? Про краски, да. Так, теперь я хочу ответить на вопрос Варвары. Про моделирующую массу для молда. Значит, вопрос такой. Где ее можно приобрести? В художественном магазине или строительном магазине? Ну, эту моделирующую массу, в принципе, можно купить, я даже не знаю, в строительном... Ну, есть у нас, например, строительный магазин Оби. В этом магазине есть отдел, где тоже, ну, для бастлеров называется это уголок, для тех, у кого хобби там, кто рисует, кто работает вот с глиной Фимо. И там есть тоже, в принципе, вот такая моделирующая масса, но там по-другому называется. Она обычно в пачках по полкило или по килограмму. И она называется просто, ну, там, может, марка изготовителя быть. А сама масса называется моделирующая масса, которая сохнет на воздухе. Вот эту вот массу, это по полкило, она серого цвета, она очень дешевая. Ее я купила в магазине. Открылся у нас какой-то американский магазинчик небольшой, там, где все чуть ли не ойра-2 стоит. И этот магазин открылся рядом с квартирой, где раньше моя дочь жила. И вот она мне сказала, я поехала и закупила вот этой вот моделирующей массы. Вот, посмотрите. Это не двухкомпонентная какая-то масса. Это вот практически как пластилин, почти. Ну, пластилин немножко совсем другой. Сейчас я вам вот открою, покажу, что это такое. Обычно эта масса продается белого цвета, с которой очень хорошо работать. То есть из нее можно делать абсолютно все. Вот в этом магазине я покупала тоже белую. И вот купила я еще вот такую вот серую. Ну, мне, знаете, когда я эти молды перекрашиваю, то для меня, в принципе, не играет роли цвет. В художественном магазине, вот в Босна у нас, такая масса тоже есть, но там она очень дорогая. То есть там есть под цвет керамики. Вот, типа, сейчас я вам покажу вот такой вот горшочек. Вот видите, вот такого цвета есть. Есть белого цвета, есть, если я не ошибаюсь, тоже серого цвета. Но я должна сказать, например, вот терракота. Это у нее немного совсем другое качество. С ней работать, честно говоря, не особо приятно. Не нравится мне. Мне больше нравится вот такая вот, или глина ее можно назвать. Но у нас она называется по-немецки моделирующая масса. Вы можете мне писать там, как одна девушка тут зашла на сайт, просмотрела все мои видео по работе с этой моделирующей массой Фима. По-немецки она называется моделирующая масса. По-английски там, я не знаю, моделир клей или как там еще. Так вот, она мне каждому видео оставила комментарий, что там, типа, не масса, глина, не это, а то. Ну, извините, я говорю так, как я знаю. Я знаю по-немецки. Когда я уезжала с России, про такое мы даже не слышали. Я не знаю, как это называется по-русски. По-немецки это, я перевожу на русский, это моделирующая масса, которая сохнет на воздухе. Вот. Еще ее называют кнет-масса, то есть, ну, так же, как пластилин, которую можно вот кнет, как это называется, вот кнет, жать, мять. Вот, я вам покажу поближе сейчас. Вот, посмотрите, обыкновенная масса. Ну, здесь вот в этой серой, здесь какие-то еще небольшие частички, какие-то добавки. Как будто бы, ну, ей хорошо, например, нахбильдовать или как, изображать камень, то есть, серый. Вот такая вот она, очень мягкая. Можно делать все, что угодно. Можно лепить. То есть, она, ну, почти как пластилин, но эластичнее. Пластилин, он не такой эластичный. Из этой массы ее надо хорошо размять, прежде чем работать, чтобы вышел воздух. Вот мы ее немножко разминаем, разминаем. И сейчас я вам покажу, например, молды. Вот у меня тут несколько молдов. Эти молды заказывала я в eBay. У нас есть такие продавцы, которые непосредственно имеют магазины, но чтобы быстрее оборот денег шел, они продают еще через eBay. То есть, они ставят за определенную цену. Некоторые идут со стартовой ценой 1 евро. И там люди потом предлагают, делают ангиботы. Это кто выше и последний, кто предложил высшую цену по окончании определенного времени, получает или покупает вот этот молд. Ну, эти молды, они все были за постоянную цену. То есть, их можно было купить сразу, не ждать, когда акция закончится. Я набрала разных. Эти были, в принципе, цена у них была приемленная. И, ну, они как-то все однообразные. Знаете, не особо большой выбор был. И затем нашла я одного продавца, у которого были действительно очень красивые молды. Но цены у него были... Ого-го! Вот я долго-долго думала и решила купить вот такой вот молд. Сейчас я вам покажу поближе его. Вот видите, тут такой красивый орнамент. Этот орнамент вы видели в предыдущем видео на камине обманки, скажем так, под телевизором в комнате моей дочи. Вот по этому молду можно делать очень много элементов. Например, я могу сделать вот эту вот ракушечку отдельно. То есть не полностью заполнять весь молд. Вот, видите, например, вот эта вот ракушечка была. Вот сделала я ее отдельно. Но это... Это из чего? Это моделирующая масса. Вот белая. Вот эта моделирующая масса. Такая же вот, как серая, только белого цвета. Вот она высохла. И вот, смотрите, я стучу ей. То есть она жесткая. Получается... Ну, чем-то напоминает она пластик. Конечно, она более хрупкая. Не как пластик. Пластик сразу бы, может, и не сломался. Эту я могу, в принципе, сломать. Но она не такая хрупкая, скажем, как гипс. То есть и гипс, конечно, клеить, допустим, на мебель, это нонсенс. Можно задеть, обломить, отколоть и выкинуть. Это не колется. То есть, ну, как пластик. Наклеили и все. И вот я вам покажу сейчас маленький пример, как я делаю эти, как называется-то, элементы. Вот, смотрите. Эти силиконовые молды, их не надо ничем мазать. Я выливала также элементы из гипса. Там для потолка, вокруг люстры что-то там украсить. Или там на стене что-то украсть. Не важно. В общем, много я работала с гипсом. Ну, гипс должен быть достаточно жидким. Я даже делала со строительным гипсом. Сейчас я вам покажу. Вот. Вот как раз вот этот элемент. Вот, видите, это строительный гипс. Но, как вы видите, строительный гипс, он очень грубый. И вот видно, там всякие дырочки остаются. Ну, в принципе, это не особо сложно или как-то трудно исправить. Потому что при покраске можно как-то это аккуратно закрасить. Или пройти потом по этим дырочкам свежим гипсом еще там замазать. Ну, в принципе, я этого не делала. Я просто перекрашивала. Так вот. Берем мы эту заготовку, молд. Берем мы вот эту вот массу. И просто вот вдавливаем ее сюда, внутрь. Вот так. Вот так. То есть, чтобы эта моделирующая масса была вровень с бортом этого молда. То есть, мы делаем вот аккуратненько. То, что у нас лишнее, можно отщипнуть, там убрать. Заполняем мы это дело аккуратно. Хорошо вдавливать. То есть, чтобы у нас рисунок отпечатался хорошо. Чтобы у нас не осталось там воздуха внутри. Вот. Многовато глины. Я убираю по ходу. И вот так вот впечатываю, впечатываю ее. Ну, тут тоже немножко многовато. Сейчас мы еще уберем. И вот достоинство этой глины. Если я сейчас, например, вот сделаю этот молд. Я его сейчас сразу вытащу. И он мне не понравится. Я могу так же опять ее пожать-пожать. И сделать что-то другое. С гипсом, например, или с чем-то другим. На такое не пройдет. То есть, один раз сделал, не получилось, выкинул. А с этой массой нет. Вот, смотрите. Вот я заполнила все. Ну, тут можно сделать идеально. Можно положить на стол, прокатать скалкой, например. Но я этого не делаю. Мне это не надо. И вот, пожалуйста. Вот. Вот она, видите? Готовая. Я ее могу положить вот на стол просто. Ну, есть тут, может быть. Если вы не особо аккуратно сделали. Например, вот видите, немножко... Как это? Остаточки намного. Заусенчики такие. Можно даже сейчас по-свежему их пройти, загладить аккуратно. В принципе, с ней ничего не случится. Можно и так сделать. Или, как я сказала, очень аккуратно, чтобы все было вровень. Тогда вот таких вот наплывчиков не остается. Ну, их можно быстро убрать. Вот видите, я пальчиками чуть постучала вокруг. И ничего нет. И теперь я его кладу на стол, допустим. Вот. И оставляю сохнуть. Ну, некоторые сохнут быстро, некоторые сохнут долго. Это еще зависит от того, какой толщины. Например, элемент тонкие. Например, вот такие вот маленькие. Вот, посмотрите. Вот такие маленькие. Сохнут достаточно быстро. На кровать... Ну, я вам покажу потом несколько примеров еще. На кровать я делала элементы. Они были достаточно толстые. Они сохли долго. И они сохли еще в келлере. Вот, смотрите. Если я не хочу сейчас этот элемент... Вот. Я его опять слепила. Опять добавила сюда, к этой пачке. Главное, если вы распечатали пачку. Затем хорошо опять упаковать. Чтобы было мало... Как это? Доступа воздуха. И потом я это делаю вот в кулечек еще в один. Который закрывается на молнию. Сыпа. Вот, видите. И все. И она у меня будет храниться очень долго свежей. Я оставлю вам под видео еще все, что я смогу найти по этой моделирующей массе. Где ее можно купить. Купить точно. Какие названия и производители есть. Но я вам покажу сейчас еще раз поближе. Вот эту, например. Это из американского магазина. И американский магазин называется как? Экшен. 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 Или акцион. Экшен. Экшен. Экшен называется. Все, что он по-всякому. я вам наверное еще образцы молдов которые у меня есть и то что я из них делала но вот от этого у меня сейчас нету заготовки но тоже очень красивый элемент его можно вот по углам 4 делать точно так же можно использовать вот частично можно средний элемент использовать можно вот это то есть не обязательно использовать полностью этот элемент можно частями есть у меня вот такой вот молдик и вот что из него сейчас я на обратной стороне покажу вот такая вот это из гипса это вылета из гипса это я дело тоже не помню уже куда что-то мы украшали там то ли потолок проводили линию так это вам показал это показала так вот еще здесь два элемента вот я вам покажу его один вот такие вот то есть они смотрят как сердечко навстречу друг другу в разных направлениях зеркальное отображение два элемента такие вот так но это вы видели этот я вам уже показала сейчас вначале вот такая штучка далее вот такая штучка это вот на где использовал то ну где-то использовал не помню где увижу покажу вот она тоже это вылета тоже из гипса это гипс это не строительный это есть для тоже по для поделок скажем так он более такой fine более тонкие или как это сказать то более нежный что ли чем строительный так далее у нас ну здесь у нас вот четыре элемента вот 1 2 3 4 и это вот по краям вот такие вот они тоже смотрят вот как это в зеркальном отображение ну это вот эти вот вот видите вот тут и вот зеркальным и вот эти вот маленькие которые вот они сейчас я вам на обратной стороне покажу вот видите такие малюсенькие они тоже как бы в зеркальном отображении две штучки далее есть у меня еще вот такие вот эти вот вот этот молд был тоже дорогой но от него я вам покажу сейчас Сейчас я вам покажу, где я использовала вот этот молд, где я использовала вот этот молд и где я использовала вот этот молд. Кстати, например, вот сейчас я вам покажу образец, вот этот молд. Вот вы видите, это практически тут 90 градусов угол. Что еще хорошо в работе с этой моделирующей массой? Она, когда вы вытаскиваете готовый оттиск уже, то она, то есть она достаточно мягкая. Вы можете менять угол, вы можете сделать более 90 градусов, вы можете сделать меньше 90 градусов, вы можете сделать выпуклым, вы можете сделать вогнутым. То есть сделать так, как вам нужно. Вот в этом преимущество этой моделирующей пасты, что мне очень нравится. Ну, с этого большого молда, вот я вам покажу, например, видите, вот я сделала только вот эту верхнюю часть. Потом я делала, нужно мне было вот на столике, как-нибудь я вам покажу еще столик, вот такая нижняя часть. То есть в некоторых изделиях я использовала вот только вот эти вот цветочки, вот совсем нижние. То есть достоинство вот таких больших молдов можно использовать очень много элементов отдельно. То есть не обязательно полностью весь делать. Так, извините, я сейчас быстро просмотрю еще вопросы, оп, я на все ответила. Так, моделирующая масса. Так, как я уже сказала, я оставлю. Во всяком случае постараюсь, если я все это найду. Потому что заказывала я эту очень-очень давно. Например, вот молды, это уже годы прошли. Моделирующая масса. Ну, это в любом случае я вам напишу, где ее можно купить. Или название поставщиков, то есть фирм, которые производят ее. Далее. Про краски. Про краски, кажется, я ответила. То есть мебель я покрываю краской на водной основе стараюсь. Но очень часто я использую и чистые акриловые краски. Например, вот тумбочки, которые я сделала для дочери при кровати. То есть белая краска, это обыкновенная вот, ну вот такая вот, на водной основе. Верх, это МДФ, и покрашена, это чисто акриловая краска. То есть, сейчас я вам покажу, например. Вот есть у меня золотая, например. Вот видите, акриловая краска. Вот я мешаю вот такую вот медную краску. Не золотую, а медную. Ну, можно и золотую. В принципе, там я даже уже не знаю, что намешано. Обычно я делаю даже вот золото, медь, серебро и коричневую краску. И даже немного черного. И все это смешиваю. И вот получается такая красивая краска, такой цвет. Ой, я даже не знаю, как вам передать. Есть вот коричневый такой темный жемчуг. Вот оно даже с перламутром получается, с таким очень красивым отливом. И что хорошо еще в этой краске, с темным цветом, с коричневым, она покрывает поверхность с первого раза. То есть, второй раз красить не обязательно. Очень хорошо. Сохнет моментально. Ну, например, тумбочки, они там, эта поверхность, ну, пользуются, конечно, дочь часто, но не так, чтобы эту поверхность надо было покрывать лаком. Пока ничего с ней не случилось. После высыхания можно также протирать влажной тряпочкой. Ничего не будет. То есть, она не линяет, не облазит. Также я использую еще... Есть вот не просто краска, а это тоже на основе акрила. Это эффектные пасты. Ну, по состоянию своему они такие же... Как по состоянию? Ну, в общем, они чуть гуще, чем нормальная краска. И ими можно создавать различные эффекты. То есть, я могу сделать даже как бы 3D, например. Вот тоже, видите? Вот такие вот. Вот тут серебро или алюминиум. Алюминиум. Алюминиум и золото. То есть, например, вот такого золота есть бесконечное множество оттенков, должна я вам сказать. Есть старое золото, есть просто золото, есть еще там какое-то сатиновое золото. Вот я вам покажу еще. Это медь. Вот купфер. Видите? Вот это из этого магазина. Вот название его. Босна. То есть, я состою в сообществе, скажем так, свободных художников Германии. И у меня, например, есть как членская карта. Я покупаю в этом магазине. Мне идут там скидки. Там небольшие, правда, скидки. Но все равно. То есть, я получаю постоянно проспекты, рекламу, предложения, когда у них начинаются скидки, в общем, чтобы ехать там и покупать. И там можно купить действительно такие вещи, которые... Ну, нет у нас таких магазинов для хобби, действительно. Вот кроме вот таких специализированных, которые, ну, очень дорогие, я вам скажу. Обалденно дорогие. То есть, скажем так, у нас в Германии сделано все для того, чтобы отбить охоту людям чем-то заниматься. В общем, хобби стоит очень дорого в Германии. Очень дорого. Я уже пару раз считала, например, даже с вязанием. Это такие деньги. Плюс, даже если не считать работу, то у вас изделие выходит намного дороже, чем если вы купите готовое. Поэтому как-то... Так. Ну, еще раз пройдемся по вопросам. Силиконовые молды купила я в интернете. В интернет-магазин. Попытаюсь найти ссылки вам, показать все это. Ну, и сейчас я вам покажу одну вещицу, которую я не знаю теперь, куда бы мне ее деть. Это было изголовье кровати моей дочери. Его я делала сама, там, из дерева. В общем, конструировала. Потом делала мягкую обивку. Оно очень высокое. Потому что кровать... Ну, квартира была не особо большая. Кровать нужно было сделать очень высоко. То есть, выше обычных. И под кроватью были еще... Я делала ящики на колесах. Куда складывалось все белье и задвигалось под кровать. Ну, сейчас я вам покажу. Вот головная часть от кровати моей дочери. Вот, посмотрите. Это была тоже, если я не ошибаюсь, от какой-то кровати очень низкой. Она вот, видите, срезы. Вот эти вот, вот эти срезы. Она была как-то вот, вот, очень длинно сделана. Непонятно что. В общем, я обрезала это изголовье. И оно было низким. Я его наставляла. Обрезала я это изголовье по ширине кровати. Это было, по-моему, метр двадцать. Ну, и потом задалась я мыслью, как же мне оформить ее. И вот дочь попросила сделать это изголовье мягким. Вот сделала я... Я вот не помню, что тут. Поролон. Купила я поролон. Вот эта вот ткань. Это у нее получалось там что-то были занавески. Там, ну, как-то все подходило. Такое бежево-золотистое, зеленоватое, оливковое. В общем, я положила поролон по рисунку, как мы хотели сделать. Делать пришлось так, вот с такими вот изгибами. Почему? Потому что я сначала украсила вот от какого-то там старого стола деревянные элементы оторвала. Вот с другой стороны тоже. И посредине вот сделала я из этой моделирующей массы. Вот, смотрите. Вот эта вот штука вот большая. Это большой молд полностью. Затем вот, про который я вам говорила, что у меня нет таких. Сейчас показать вам. Вот они. Вот эти вот очень большие такие листья. И вот этот молд, вот видите, который 90 градусов, про который я вам говорила, пока паста свежая, то есть ее можно еще гнуть, как хотите. Вот я ее разогнула, так, чтобы она соединялась вот с этими элементами. Стояла как бы во главе. И вот здесь вот, смотрите, вот видите, вот она, когда высохла, она прибита просто гвоздиками. Вот гвоздик тоже. И потом я все это, вот краска эта, это же вот коричневая с медью, покрасила этой коричневой краской. Потом сделала вот этот поролон, обтянула тканью, просверлила дырки. И вот здесь, ну, таких гвоздей длинных у меня не было, чтобы, или таких пуговиц специальных. В общем, я сделала вот такие вот кристаллы акриловые, бусины. С другой стороны они закреплены, прибиты там как-то, степлером, по-моему. Я уже не помню, честно говоря. Ну вот. И здесь по шву как-то было скучновато, мы решили отделать вот такими вот декоративными шнурами. То есть они подходят под цвет. Вот тут тоже темно-зеленый, золотой, и вот какой-то такой кремовый. И здесь саму ракушку я тоже сделала. Немножко больше меди добавила. И потом вот это вот, это не патина, зеленый цвет. Эту краску я мешала. Есть у меня такой бирюзовый цвет. Вот эти вот эффект пасты, краски акриловые. И я подмешивала, уже не помню что, по-моему, тоже немного медь, немного черный, что-то такое. И вот я потом прошлась по этому элементу сверху зеленой краски. Краска эта и стерла. И получилось, что вот она в углублениях. Как бы вот эта вот патина с зеленью. И вот такая вот штучка у нас получилась. Вот теперь дочь переехала сюда, получила большую кровать. А мы теперь не знаем, куда девать вот это. Выкинуть вроде как жалко. Я уже подумываю, может сделать какой-то ей пуфик. Такой, типа как диванчик, что-то такое. Вот с такой грядушкой. И поставить ей в эту комнату, где у нее гардеробная. Ну, надо подумать. Ну, вот такие вот вещицы делаем мы из моделирующей массы. Я надеюсь, вам понравилась идея. Как я уже сказала, я оставлю всю информацию, которую я еще найду, внизу в инфобоксе. Заходите, смотрите. А на этом я прощаюсь с вами. Спасибо за внимание. Спасибо за интерес. До свидания. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok